Если пойдешь на сторону с братьями, которых ты не знаешь, и окажется, что они меньше перед тобою, отдавай им честь первенства во всем. Если случится тебе зайти к другу своему, спускай их впереди себя во всем, в умывальнике ли подходите, или садитесь за стол, и не делай вида, будто они приняты ради тебя, но им отдавай эту честь, говоря, это ради вас он сотворил со мной милость. 1. Если идешь в дороге с братом, и уклонишься к какому-то другу твоему, сказав ему слово по нужде своей, сказав брату, посиди здесь, а друг твой удержит тебя вкусить хлеба, ничего да не внеет в уста твоей, прежде чем позовешь брата, чтобы и он утешился вместе с тобою. 2. Если идешь в дороге со многими братьями, и стыдишься взять их к другу своему, так как их много, смотри, не презри их, и тайком отшедши, не вкуси хлеба один, остави их, но вместе с ними рассмотри, чему быть подобает, и что они скажут тебе, послушай их со смирением, идя же дорогой с ними, не присвояй себе большей меры и не бегай от послушнических послужений. 3. Если пойдешь на сторону и захочешь зайти к брату, а он не пожелает принять тебя, то когда увидишь его потом в дороге, или он зайдет к тебе, несведомо, окажи ему наибольшее благорасположение. 4. Если услышишь, что кто-нибудь сказал про тебя слово недоброе, то когда встретишься с ним в таком месте, или он зайдет к тебе, и видит ему лицо свое радостно, радушным и благорасположенным по силе твоей, ничего, не говоря ему про то, что слышал, зачем ты сказал это? 5. Ибо написано в стритах, кто помнит злое, тот законно преступник. 6. Если вы, братья, зайдете к брату бедному, не печальте его никакой потребы, но купите себе все потребное для подкрепления себя пищей, так, чтобы избытки остались для него, а от него же довольно с вас крово какое нашли. 7. Если зайдешь к каким старцам, знаемым тебе, и будут с тобой другие, незнаемые старцам, не выказывай при них особого дерзновения к старцам, но пришедшим с тобой уступи место говорить о своих помыслах. 8. Когда будут жить с тобой братья, попекись о них со строгостью, если будут слушать тебя, зная, что дашь за них отчет Богу. 9. Если отойдешь куда, как странник Бога ради, не желай входить в связи с теми, кое в том месте, и словом своим не вяжись с ними, потому что в таком случае более для тебя полезно быть сотрудниками по плоти. 10. Если пойдешь на гору побывать у братьев в монастырях, то к кому зайдешь сначала, у того и будь, к другому не переходи, не спросившую этого, пойти ли мне или нет. 11. Если он недоволен будет этим, не опечаливай его, пока не выйдешь отсюда. 12. Если на судьбе не возьмешь келью, чтобы жить в ней, не попускай себе иметь многих друзей, довольна с тебя одного на случай немощи, и не погубишь силы и значения веса странички своего. 13. Когда сделаешь благодеяние бедному брату, не призывай его на поделие свое, чтобы не погубить благодеяние, какое сделал ты ему. 14. Если войдешь в монастырь с сыном и обиталище, которого не знаешь, то где позволит тебе жить, обитатель его, там и живи, и в другую келью не входи, пока он сам не позовет тебя. 15. Если безмолвствишь в теле своей, и брат попросит у тебя какой-либо вещи на потребу свою, то не оставляй для себя этой вещи, потому что иначе нарушишь заповедь относительно брата твоего. 16. Но если ты имеешь вещи, только потребные тебе, а не излишние, то не расточаешь на смущение свое, ибо полезнее погубить один из членов своих, а не всему телу твоему вержину быть в гиену. 17. Если удалился ты от родников по плоти, чтобы быть странником Бога ради, то не попускай к властному почувствию к ним, чувству приятности от сопребывания с ними, войти в тебя. 18. И сидя в теле, не тревожься, к сожалению, об отце или матери, или воспоминанием о брате или сестре, или сердоболием к детям, или желанием жены в сердце своем, что все оставил ты, но вспоминай об исходе своем в нужде смертной. 19. Так как никто из них не поможет тебе тогда, то почему не оставит тебе их ради добродетели? 20. Когда, безмолвствуя в теле своей, вспомнишь о ком, сделавшем тебе зло, встань и помолись Богу от всего сердца твоего, чтобы он просил ему, и помысл от мщения отойдет от тебя. 21. Когда пойдешь причаститься тайн приношения, охраняй всяческий помысл свой, и люблюдись от всякого стороннего помысла, да не причастишься в суд себе. 22. Если искушен будешь храмным мечтанием ночью, храни сердце свое, не помышлять о том днем, какие лица были в мечтании, чтобы не оскверниться с власти их, и не навести на себя лютого гнева. 23. Но преподай к Богу всем сердцем своим, и он поможет тебе, ибо он милосерд к немощи человеческой. 24. Если держишь строгое подвижничество, да не понадеется на него сердце твое, помышляя в тебе, будто оно хранит тебя, но скажи помыслу своему, что ради измождения тела Бог внимает молитве окаянства моего и хранит меня. 25. Если кто поносить будет тебя, не противоречь ему, пока замолчит. 26. Потом, если испытав себя, найдешь в себе то, что слышал от него, покайся, что ты согрешил, и благодать Божия примет вас опять. 27. Когда путешествуешь с братьями, и будет между ними такой, которым ты имеешь любовь к Богу ради, не показывая особой к нему близости на виду тех, не нашелся бы между ними немощный и не умер бы от ревности, и ты понесешь грех его, потому что подал ему повод согрешить. 28. Когда пойдешь к неким, не ожидая, что они рады будут тебе очень, чтобы когда примут тебя, возблагодарил ты Бога. 29. Если схватит тебя немощь, когда безмолвствуешь в келье, не малодушествуй, но возблагодари Бога. 30. Если увидишь, что душа твоя метется от того, скажи ей, не лучше ли для тебя эта немощь, чем Диена, которую имеешь пойти, и она успокоится в тебе. 31. Если придешь к братьям, и один из них скажет тебе, не нахожусь здесь в покое, но хочу жить с тобою, не давай ему места, чтобы не дать притыкания прочим. 32. Если же он скажет тебе, умирает душа моя по причине некой скрытой вещи, дай ему способ бежать, но с тобой все же не позволяй жить. 33. Сидя же на безмолвии в келье своей, положи себе относительно пищи правилам давать потребное телу своему, чтобы оно носило тебя и давало совершать службы твои молитвенные, и чтобы тебе не хотелось ходить к другим. 34. Ничего не ешь в пласть, удовлетворение похоти вкуса, добрая ли то снег, или не из добрых, если будет нужда посетить брата или какого, или кеновию, никакой сладкой снеги, какая найдется там, не давай телу своему вдоволь, чтобы захотелось ему поскорее идти в келью, и не сделалось оно предателем себя самого. 35. Если демоны станут склонять сердце твое на подвиги выше сил твоих, не слушай их, ибо они обычно разгорячают человека на всякое дело, для которого он не силен, чтобы он попал в руки их, и они порадовались над ним. 36. Ешь однажды в день и давай телу своему потребное столько, чтобы вставать, когда еще хотелось бы поесть. 37. Бдение твое совершай благочестно и не лишай тела своего потребного ему, но с разумом и мерностью и твори молитву твою, чтобы иначе от слишком большого бдения не помрачилась душа твоя и не избежала с поприщи. 38. Половины ночи довольны для молитвы твоих и половины для покоя телу. 39. Прежде отхода к остру проведи два часа в молитве и псалмопении, и ляж пачить. 40. А когда Господь восставит тебя, твори опять молитву твою с усердием. 41. Если увидишь, что тело твое ленится, скажи ему, или хочешь покоя в это краткое время, а там быть верженым всему кромешную, если понемногу будешь так восставлять тебя, придет к тебе сила сбодренности. 41. Не держи дружбу с людьми, которые совесть твоя боится увидеть другими, нежели как кажется и нежели как тебе желательно, или боится, чтобы через них с другими спознаешься. 42. Да не дашь пресновения, зеленье. 43. Если ты в монастыре, имея раба, держишь его при себе, то подвергаешь поношение иносящих причин. 44. Если же подаришь его брату, совершишь перед Богом. 45. Но или отпусти его, и пусть идет, или сделай его свободным. 46. Если он захочет быть монахом, сам узрит или как знает. 47. Ты же не оставляй его с тобой, ибо это не полезно для души твоей. 48. Если ты, живя в городе, измождаешь тело свое, 49. Бога ради человечества, тамошняя в ревности станет чтить тебя за это, оставь его и устроись в другом месте, чтобы труд твой не сделался бесплодным. 49. Но если ты победил уже тщеславие, не внимай человечеству, зная, что Бог вместе с тобой соблаговоляет тому, что ты творишь. 50. Если отрекся ты от мира, то совершенно ничего не оставляй при себе. 51. И если увидишь в тебе желание походить, то поболее потруди тело свое рукоделием, чтобы безмолвствовать в теле своей мирно, спушая хлеб свой. 51. Если пойдешь в город продавать рукоделие свое, не спорь за цены его, как неряне. 52. Надай его, как случится, чтобы не погубить силы и значение теле своей. 53. Когда покупаешь что-нибудь, в чем имеешь нужду, не спорь, что больше того-то не дам за это. 53. Но если желаешь ту вещь, спонуть себя немного, заплатить требуемое. 54. Если же не имеешь цены, и оставь ее молча. 54. Когда начнут потом мучить тебя полностью, где же возьмешь? 55. Скажи им. 55. Все, я стал теперь, как все святые, которых Бог искушал бедностью, пока не узнавал, что произволение их верно, и тогда уже выводил их на широту удовольствием. 55. Если брат положит у тебя какую-то вещь, и ты поимеешь нужду в ней, не касайся ее без него, если не сказал ему об этом прежде. 56. Если брат, отходя в сторону, скажет тебе, купи у меня такую-то вещь, то если можешь купить, то купи у него. 56. Впрочем, если ты живешь с другими, не делай этого без них ведома и мнения, иначе оскорбишься и сожительствуйся с тобою. 57. Если будет тебе нужда побывать в селе, встаем за каким-либо делом, постерегись позволять тебе особую вольность в обращении с родниками по плоти, и не вмешивайся в разговоры их. 58. Если возьмешь что-то на временное пользование у брата своего, не неради, но постарайся отдать ему то поскорее. 59. Если же это будет какое-либо рабочее орудие, то отдай его тотчас, как кончишь дело свое. 60. Если оно сломается у тебя, почини или новое сделай, не понеради, а всем. 61. Если судишь что-либо брату бедному в нужде его, и видишь, что он не может отдать, не докучай ему и не тесни его, чтобы там не было деньги или одежды, чтобы там не дал ему по силе своей. 61. Если пришедший в какое место жить, возьмешь келью и, устрояя все в ней потребное, и стратишься на нее, а по времени оставишь ее, и в ней станет жить какой-либо брат. 62. Ты же потом опять возвратишься туда, не вытесняя его, но поищи себе другую келью, чтобы не согрешить перед Богом. 63. Но если тот по собственному произволению удалится из нее, ты чист будешь от всякой вины. 64. Если оставил ты какие вещи в келье, а он и стратил их, не взыскивай их с него. 64. Когда удаляешься из кельи, смотри, не бери с тобой нужных в ней вещей, а оставь их в ней для брата бедного, и Бог благоустроит тебя там, куда отойдешь. 65. Всякий помысл, уборящий тебя, не стыдись сказывать на большему своему, и будешь облегчаться от него, ибо духи ни в ком так не имеют места, как в человеке, умалчивающем о своих помыслах, хорошие ли они или худые. 66. Вблюдись, приступая к причащению, иметь зло на брата своего, ибо в таком случае ты сам себя обольщаешь. 67. Если откроется тебе в словах Писания какое-либо переносное, аллегорический смысл, толкуй их аллегорически, но не разоряй буквы или буквального смысла, чтобы не верить своему разуму более, чем Святому Писанию, ибо это знак гордости. 52. Если брат твой, плестившись словами еретиков, уклонится от веры по неведению, а потом опять обратится, не презирай его, ибо это было у него дело неведения. 53. Вблюдись, разговарив с еретиками, желай отстоять веру, чтобы яд скверных слов есть, как-нибудь не уязвил тебя самого. 54. Если встретишь книгу, которая остудет еретическую, не желай прочитать ее, чтобы не наполнить сердце своего ядом смертоносным, но содержи то, в чем просвещен, ничего не прибавляя к тому и ничего не убавляя того. 54. Вблюди себя от лжеименного разума, противящегося здравому учению, как сказал апостол. 55. Если ты юн и не поработил еще тело, то слыша о высоких добродетелях отцов и устремясь к ним, не возмещай застегнуть их, предавшись покою. 56. Не придут они к тебе, если не будешь притрудного сделывать их, а если будешь, они сами собой придут к тебе. 57. Храни себя от уныния, ибо оно уничтожает плод монаха. 57. Когда подвизаешься против какой страсти, немалодушиствуй, но поверни себя перед Богом, говоря от всего сердца своего, не могу я устоять против этого, помоги мне бедному, и успокоишься. 58. Если срамота насеется в сердце свое, когда сидишь в келье своей, смотри, воспрати все души от твоей, чтобы она не взяла верха над тобой. 59. Поспеши вспомнить о Боге, что Он внимательно смотрит на тебя, и что все, о чем помышляешь ты в сердце своем, открыто, при лицом его, и скажи душе своей, если ты боишься подобных себе грешников, чтобы они не видели грехов твоих, сколь боли должно ты бояться Бога, внимательного на всех смотрящего, 59. Из такого внушения души откроется вниз страх Божий, и если ты прибудешь с ним, то будешь недвижим на страсти, как написано, надеющегося на Господа, как гора сего не подвигнутся, вовек живущий в Иерусалиме. Соломство 24. Если ты в подвиге противостоишь в разе силе, и увидишь, что она поддалась пред тобой в изнеможении и бежит вспять, да не радуется тому сердце твое, потому что злой коф, устрояемый тебе духами силы, находится позади их, и они уготавляют тебе брань злейшую первой. Они оставляют особую бранную рать в засаде позади города и приказывают ей не двигаться. Когда потом ты ступишь против них, воспротивишься им, они бегут перед лицом твоим, будто в изнеможении. Но когда вознесется сердце твое тем, что ты прогнал их, и ты оставишь город, тогда из них одни сзади воздвигнутся против тебя, другие станут против спереди, ставя бедную душу посреди себя, так что ей не будет уже убежища. Город этот есть. Повергать тебя от всего сердца пред Богом, спасающим тебя от всех браний и вражьих. Если молишься Богу о брани, чтобы Он взял ее от тебя, и Он не услышит тебя, не малодушит, ибо Он лучше тебя знает, что полезно тебе. Но когда молишь Бога о всяком прошении твоем во время брани, не говори, возьми от меня то-то и дай то-то, а молись, говорят о Господе Иисусе Христе, помоги мне. И не попусти мне согрешить против тебя, ибо я заблудился. Не попусти мне последовать воле своей, не попусти мне погибнуть во грехах моих. Ущедри твое создание, не презри меня, яко немощен есмь. Не остави меня, яко в тебе прибегов. И сели душу мою, яко согрешив тебе. Пред тобой все обижающие меня. И нет мне прибежища, кроме тебя, Господи. Господи, спаси меня ради щедрот твоих, да постыдятся все восстающие на меня, ищущие душу мою. Истребить ее, ибо ты, Господи, силен во всем, и через тебя есть слава Богу и Отцу и Духу Святому вовеки. Аминь. Тогда совесть втайне скажет сердцу твоему, ради какого дела не внебрить тебе Бог. Твое же дело будет потом не пренебречь того, но что не скажет она тебе, сделать, сделай. Нельзя тому быть, чтобы Бог не услышал человека, когда человек не прислушает Бога. Он недалеко от человека, но пожелания наши не попускает ему услышать нас. «Никто да не провести тебя, как земля, не может плода приносить сама по себе без осеменения и орошения. Так невозможно человеку приносить плоды добра без злострадания, самоозлобления, самоумершления и смиренно-мудрия». 62. «Будем застоять возлюбленные страхи Божиим, сохраняя и соблюдая делание добродетелей практику, не причиняя притекания совести нашей, но внимая себе страхи Божиим, пока и она освободит себя вместе с нами, чтобы было между нами и ею единение. Тогда прочее она будет для нас стражем, показывая нам все, в отношении к чему надлежит отсекать волю свою. Если же мы не станем слушать ее, то она отступит от нас и оставит нас. И мы попадем в руки врагов наших, от которых не будет уже нам никакой милости, как научил нас Владыка наш, говоря, мирись с соперником твоим, доколе ты с ним с пути, чтобы он не предал тебя судьи, а судья не предал бы тебя слугам и не верил тебя в темницу». Говорят, что совесть есть соперник, потому что она противится человеку, когда он желает сотворить волю плоти своей, и если человек не послушает ее, то предает его врагам его. «Почему Осия, оплакивая Ефрема, и говорил, Ефрем, соперник своего, попрал в суд» – Осия 5.11. «Египет взыскал, и к ассирианам взят невольно» – 7.11. «Египет означает то, что сердце взыскало собственность, хотя и не в плоти. А к ассирианам взят невольно, то означает, что хотя и не хотя, а работает врагам. Позаботимся же о себе, возлюбленной, чтобы не впасть нам в руки воли своей плотской, а она не отдала нас против воли ассирианам. Прослушаем следующее горькое слово. «Пришел царь ассирийский в землю Израилеву, и переселил Ефрема Израиля к ассирианам, и поселил их на Илефе и Аморе реках Хузанских. И суть они там до сего дня. Туда послал царь ассирийский некоторых из народа своего, и повелел им жить в земле израильской, и каждый из них делал себе истукан и поклонялся ему. И вот там они, и суть до сего дня» – 4.11. Слушалось же это с Ефремом за то, что он сознался с соперниками. «Познали ли вы теперь, братья, участь последующих волям своим злым и попирающим совесть свою, что постигло их? Не будем же ревновать им возлюбленные, но поревнуем святым, не послушавшим греха даже до смерти, а слушавшимся святой совести своей и наследовавшим Царство Небесное. Каждый из них скончался в непорочности в роде своем, но имена их соделались неизгладимыми во все роды. Возьмем в пример возлюбленного Иакова, слушавшегося во всем родителей своих по Богу, который принял от них благословение, восхотел по теми сапотами, чтобы там стягать себе детей, ибо не хотел иметь их от серий ханамейских, которые непокорны были родителям своим. Тогда, взяв жезл свой и сосуд келея, пришел он на место весель, что толкуется Дом Божий, и почил там, и видел в откровении ночью образ лестницы, простирающейся от неба до земли, и ангелов Божьих, восходящих по ней. Господь же утверждался на ней, это есть знамение грядущему работать Богу, что хотя вначале открывается ему лик добродетелей, но если не сотворит он труда ради их, то он не достигнет Бога. Встал Яковский, положил завет к Богу, что будет рабом его, и укрепил его Бога, говоря, буду с тобой и сохраню тебя. Бытие 28. Так пришел он сапотами, чтобы взять себе жену на месте том, и увидел Рахиль, дочь брата матери своей, полюбил ее, и работал на нее 7 лет. Но ее не дали ему, пока не взял прежде Лию, и остается бесплодный Рахиль, пока не проработал он за нее других 7 лет. Вот что означает слово, сказанное сие. Называется страна там Месопотамии, потому что находится между двух рек. Первое имя тигра, второй – Ефрат. Первая течет на супротив Ассириан, вторая не имеет врага при кон, но называется текущий на просторе. Тигр толкуется рассуждение, а Ефрат – смиренно мудрее. Лия берется во образ телесных трудов, а Рахиль представляет образ истинного созерцания. Сбывается же это на человеке, сущем Месопотамии, который с рассуждением, совершая телесные труды, противостоит враждебности Ассириан, а посредством смирения восходит к истинному созерцанию. Но Рахиль не рождала ему, пока Лия не породила всех чад своих, и он не проработал за Рахиль в других 7 лет. Это вот что означает. Что если человек не совершит всего деятельного поприща, истинное созерцание не получает в нем свободы или свободного проявления. Жены хотя бы были его, но он любил Рахиль более Лии, потому что этой очи были слабы. Рахильша была красива видом. Вот что означает сказанное, что первая жена болезненно имела очи. То есть, что пока человек пребывает в телесных трудах, да то ли еще не видит он славы истинного созерцания. Ибо враг по обычаю примешивает к делу его человека угодия, но ему не следует внимать ему. Когда Лия перестала на время рождать, то дала мужу своему зелку, рабыне свою, а потом приложила еще родительная рекла имя рожденному Астир, что толкуется богатству. Когда Лия перестала рождать, тогда бог вспоминал на Рахиле. Это означает, что когда телесные труды тяжут, очистят чувства, и они освободятся от страстей, тогда истинное созерцание открывает уму свои славы, или открывает себя уму в полной славе. Хотя сыны Лии были на помощь Якову, но он любил Иосифа более всех. Это означает, что хотя и телесные труды охраняют человека от врага, но с Богом сосчитывает его истинное созерцание. Почему? Как только увидел Яков Иосифа, тут же восхотел возвратиться к родителям своим. Так как увидел, что родился ему царь над братьями. Когда далее перевел Яков все ополчение, стан, караван, стоил через поток, и авог, по-русски, и остался на другой стороне один, когда приял радость благословения от Бога, сказавшего ему. И отныне, будешь называться не Яков, но Израиль. Яковом назван потому, что запял врага, не назывался так, давал подножку, не удостоился такого благословения и не спас от свинения чувств своих, бывших в руке врага. Когда же освободились они у него, тогда переименованным Израилем, то есть умом зрящим Бога. Ибо когда ум достигнет того, чтобы увидеть славу Божества, тогда боится его враждебное неприязнь. Почему, хотя Иса выходит навстречу ему в горите, но смиренно мудрее Яков погашает злобу его, и не он уже сам, Яков, поборает его, Иса, но его повержение себя перед лицом Бога. Хотя враг будет завидовать человеку, видя великую славу, какую он достиг, но он не может насиловать его, потому что Бог есть, помогающий ему. Как написано, возвратись в землю твою, в землю рождения твою, и я буду с тобою. «Наконец пришел он в Салим и купил там поле, и устроил на нем жертвенник Господу, услышавшему его в день в скорби. Имя Салим есть мир, то есть когда пройдет человек брань, которая покровительствует ему Бог, тогда достигнет состояние мира. И поставил Яков жертвенник из двенадцати камней и принес на нем в земле обетование жертву Богу от трудов работы, какую совершил в Месопотамии. Так вот был и возлюбленный Моисей, который, когда извел народ из Египта, спас его от руки фараона, перевел его через Красное море и увидел смерть всех врагов его, послал Иисуса истребить Амалика, а сам прибыл стоящим на вершине горы в молитве. И руки его были поддерживаны Аароном и Ором, чтобы они не отступали от знамения креста. Когда потом Иисус истребил Амалика с радостью возвратился, тогда Моисей построил жертвенник под горою с двенадцати камней и дал место тому имя Господь, мое прибежище. Потому что с Амаликом воюет Бог невидимой рукой. Имя Амалик означает уныние. Ибо когда начнет человек убегать от пожеланий своих и оставить грехи свои и прибегнет к Богу, тогда уныние первое воюет против него, желая опять возвратить его на грехи его, прогоняется это уныние прилежным к Богу присидением. Присидение ему благоприятствует воздержание. Воздержание сохраняется телесными трудами. И через них-то освобождается Израиль. Тогда воздает человек благодарение Богу, говоря, нема семья, но ты мне помощник от рода родов. Таков был и пророк великий Илья. Не мог он истребить всех сверных пророков, противопоставленных ему, прежде чем воздвиг жертвенника из двенадцати камней, и наклав на него поленья в дров, и возложил на них святую жертву, и облил все водою. И Бог был для него огнем, поедающим жертвенник, и что на нем. Тогда уже, в час он и, воздержновением он противостал, против врагов. Когда же истребил он их, так что ни одного не осталось, тогда воздал благодарение Богу, говоря, ты во всем всем, ибо написано, что он положил лицо свое между коленами своими. Третье царство, 17, 42. Так, если ум тщательно будет стоять над чувствами своими, то приобретает бессмертие или трисно живущую жизнь. И бессмертие приводит его к словам этим, которые открывает ему Бог. Когда потом Илья посылает отрока посмотреть и не видит ни одной из семи страстей возбуждаемую, тогда узревает облако малое, как бы след ноги мужской, восходящей над морем, что есть у покоения святого утешителя, бессмертия. Вот что есть иметь труды здравыми, целыми и сохранными. И не возвращаться на то, о прощении, чего молишься. Ибо когда Бог примет труды человека, и то, что он делает в целом, сохранится от вражия силы, тогда невозмогут стоять против него враги его. Когда увидят они, что нет хотения их не в нем, тогда сами собой исчезает, как написано. Да призовите и вы имена богов ваших, и я призову имя Господа Бога моего, и будет тот Бог, который услышит в огне, тот есть Бог. Так бывает со всем, что в разе силы всевается в человека. В нехотящем не могут пройти, совершить хотение своего. Они все силы напрягаются преклонить на свою сторону. Но человек Божий не слушает их, потому что не хочет того сердца его, сущее по воле Божией, как написано, призовите имя Бога вашего, я призову имя Господа Бога моего. Но как воля их не была в нем, то он ни в чем не услышал их. Все такое бывает со всеми последующими волей Божией и хранящими заповеди Его. Для тогдашних мужей это были прообразы. Написано же в назидание нам, решившимся шествовать по стопам их подвязавшихся стяжать бессмертие, которое сохранило их от всех стрел врага. Они привергли себя под кровь Бога, молясь о помощи Его, потому что не полагались ни на какой труд свой, и покров Божий для них был градом ограждения. Они веровали, что без помощи Божией ничего не могут. И во смирение говорили салмопевцам, если не Господь созиждит дом, то напрасно трудится зиждущий, если Господь не сохранит город, то напрасно бодрствует страж. Бог же, когда видит, что ум покорился Ему всей силой и не имеет помощи в другом ком, кроме Его, исполняет Его силы, говоря, «Не бойся, Яков, мало играй!» И опять не бойся, Я избавляющий тебя, Ты призвал имя Мое, и Я спасу тебя. Когда ум услышит такое воодушевительное слово, то смело восстает против вражьей силы, говоря, «Кто против меня, если Господь за меня?» Сайта 58 «Все вы будете, как одежда обвечавшая, но силен Бог сделать, чтобы и мы обрелись в числе тех, которые, имея смирение, были сохранены им, так как оно было для них шлемом и охранило их от всех стрел врага. Благодатью Бога, которого сила и слава и держава во веки веков. Аминь».